Ангарский городской суд Установлено, что с весны 2016 года по февраль 2019 44-летняя местная жительница несколько раз обращалась в различные финансовые учреждения для получения займа Сотрудникам банков она предоставляла заведомо ложные сведения о месте работы, занимаемой должности и размере дохода, поддельные копии трудовых книжек Тем не менее, ей удалось трижды получить кредит в общей сложности на сумму около 5 миллионов рублей Сначала дама платила, затем переставала Суд вынес вердикт, 4 года лишения свободы Ее подельников освободили от отбывания наказания за истечением срока давности Приговор в законную силу не вступил Чтобы успешно инвестировать в этом году, необходимо усвоить уроки 2020-го Куда и почему стоит вкладывать деньги сейчас, а также куда их размещать точно не стоит Мы узнали у финансового консультанта и методиста программы повышения грамотности населения Алексея Николаева До сих пор самым надежным видом вклада у большинства населения продолжает быть драгметаллы Однако такой консервативный метод большого дохода не принесет Нередко граждане пытаются увеличить свой капитал, делая вложения в агрессивные виды инвестиций, где им обещают большой процент Кто-то великие соблазны, я вам обещаю 30% в месяц, я вам обещаю 70% На рынке законодательно запрещено обещать какой-то гарантированный процент И куда инвестировать? Я бы рекомендовал основной пакет иметь в умеренных инвестициях Это когда мы сохраняем свой капитал и увеличиваем Однако не всем подойдет тот или иной ресурс для инвестиций Если человек имеет большую доходность, то консервативный метод станет отличным для сохранности капитала Я бы советовал это инвестиционные фонды Но опять же надо уметь проверить этот фонд Если вы пойдете в фонд, который 2 года, 3 года, но он кризисов не переживал Вам обещают много хорошего, красивого Да, там есть управляющий, да, там есть специалист Да, вам обещают доходность Но вы можете потерять все свои деньги Я обязательно хочу сказать, вот сегодня, к сожалению, в России Ну нет еще законов Мы знаете, вот еще в памперсах на этом рынке, на финансовом Мы только учимся, и я в России не инвестирую Финансовое планирование в первую очередь поможет удовлетворить все жизненные потребности Это конкретные действия человека по контролю над своими средствами Ведите начало доход, расход Посчитайте, денежки любят тишины и счета Все вот эти вот компании, где хлопают в ладоши, трясут шариками и говорят Ты будешь завтра богат, и на шикарном автомобиле ты будешь выезжать на сцену Выезжают те, кто учреждает эту компанию И оказалось, что когда только посчитали доход, расход И у вас процентов, ну я не обману, процентов на 20, на 30 На самом деле дома окажется денег больше Важно также определить, сколько ежемесячно человек готов откладывать на подушку безопасности, параллельно инвестируя В одном из банков можно открыть мультивалютный счет в долларах Чтобы накопления не просто сохранялись, но и приумножались Ну а чтобы выбрать надежную организацию, специалисты советуют использовать сайт банки.ру Мне выгодно свою подушечку безопасности иметь вот в этой полюте Я завтра не побегу, если мне надо, в банк и не буду обменивать валюту То есть у меня будет какое-то накопление Ангелина Борисова, Алексей Резник, новости 360, Ангарск Купюры в одну тысячу и пять тысяч рублей подделывают чаще всего Как отметили эксперты, низкие номиналы подделывать очень затратно С заменой банкнот, которую планируют, роста фальшивок не будет Так как на них появятся новые защитные элементы Напомним, Центробанк выпустит обновленные купюры с изображением достопримечательностей всех федеральных округов Сделать это планируется к 2025 году Обновление дизайна коснется номиналов 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей На банкнотах будут изображать федеральные округа, а не отдельные города Одна табличка сменила другую Несколькими днями ранее Ангарск вошел в число победителей конкурса «Яма года-2021» Награду в виде сувенирной доски и сертификат получил мэр городского округа А на разбитом участке дороги в шестом микрорайоне установили знак, соответствующий надписью Который простоял менее суток Накануне там появился паспорт объекта участка, подлежащего ремонту Согласно информации, период работ запланирован с 20 апреля по 13 августа текущего года Ангарчане же, в свою очередь, с нетерпением ждут не только начала ремонта, но и его окончания Чтобы оценить качество будущего дорожного полотна А теперь о хорошем Энергия будущего Так назвали свою новую стартовую программу артисты народного цирка «Круг надеж» Пандемия коронавирусная инфекция на целый год отложила ее премьеру Но сейчас все позади И ребятишки с удовольствием подготовили представление Последние минуты репетиции Малыши стараются, отрабатывают каждое движение Ведь выступлению цирка «Круг надеж» не было больше года Во всем виноваты ограничения из-за прошлогодней пандемии новой коронавирусной инфекции В 2020-м программу «Энергия будущего» коллектив должен был показать 16 апреля В канун Всемирного дня цирка не получилось Зато удалось это сделать сейчас Половину программы пришлось переделать Так как выпускники уехали в другие города учиться Ну и быстренько решили Все это, ну какие-то номера исправить Около 15 номеров разного жанра И воздушная гимнастика, и акробатика Практически все цирковые жанры, кроме клоунады и фокусов Напомним, в этом месяце коллективу исполнится 52 года В 2019-м его юбилей отметили самым настоящим шоу И пусть сегодня подобного в планах нет Есть программа, с которой и малышам, и взрослым выйти на сцену не стыдно Альберт Домнин, новости 360 Ангарск Освежает взгляд Именно такое впечатление создается в первые минуты знакомства С экспозиции художников из Хабаровска, Надежды и Владимира Хрустовых Семейный творческий тандем представил более 30 произведений Полотна, выполненные в технике холодный батик, впечатляют своим стилем Который абсолютно не похож на представленные в выставочном зале Ангарского городского музея ранее картины Живопись Владимира Хрустова, выполненная в традициях реализма Насыщена яркими красками и сочной палитрой Ощущением света и окружающей гармонии Здесь чувствуется свой творческий почерк Важные темы в творчестве автора Быт и традиции коренных народов Дальнего Востока Его природа Как истинный творец Надежда Хрустова В каждом произведении решает поставленную перед собой художественную задачу В своих произведениях она расширила рамки батика Как разновидности декоративно-прикладного искусства Видно, что здесь очень много женского такого начала В женских работах Есть дети, на которых всегда глаз радуется Очень много природы Мужская такая природа Особый взгляд на природу Удивительно, что она вообще к нам попала Спасибо иркутянам, которые нам ее отправили Надеюсь, что нашим ангарчанам эта выставка будет понравиться Они прям под оком к нам придут И будут и радоваться, и рассказывать об этих удивительных хабаровских художниках Выставка работ Надежды и Владимира Хрустовых Будет работать до 22 мая включительно Ангелина Борисова, Алексей Резник Новости 360 Ангарск Если у вас есть темы для сюжетов То звоните по телефону 54-88-07 Также напоминаем Все репортажи можно увидеть в наших группах Вконтакте «Одноклассники» А еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте Ангарск, нижнее подчеркивание, 360 Это было все на сегодня Я говорю вам до свидания Но не переключайтесь Далее прогноз погоды Не только для ангарчан, но и жителей других городов При Байкале Вам отличных выходных Здравствуйте, это погода на канале Ангара Медиа Я Екатерина Кусюмова В Байкальске 17 апреля солнечно Днем температура воздуха составит 10 градусов выше нуля В темное время до плюс трех Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду Атмосферное давление 713 миллиметров ртутного столба В Листвянке осадков не ожидается Днем плюс 5 градусов К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 2 Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду Фирма «Окна плюс» Спонсор прогноза погоды «Окна плюс» – это окна, двери, перегородки и балконное остекление Качественно и с гарантией Декоративные жалюзи от фирмы «Окна плюс» Сочетают в себе практичность и красоту А натяжные потолки вносят особый шар в интерьер квартиры или офиса «Окна плюс» ДСК, павильон номер 110 А теперь о погоде в Ангарске В субботу солнечно, в обед 17 градусов выше нуля Ночью плюс 2 Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду Атмосферное давление 720 мм ртутного столба И на этом у меня все Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа А я желаю вам отличного настроения в любую погоду!